Вчера было хорошее, а сегодня все, на выброс. По маслу сразу видно, что оно испортилось. Тут есть, конечно, своя сложность, холодильники не резиновые. Отвечу на каверзный вопрос, и тогда ваша коллекция масел не пострадает. Привет, друзья, с вами Наталья Новико и компания Ромашка. Рассказываем о том, как правильно хранить эфирные масла. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Эфирные масла не вечны, они имеют свой срок годности, после которого применение постепенно становится все менее и менее полезным, а со временем может и вовсе навредить. Нагрузить вашу детокс-систему, вызвать раздражение на коже и другие неприятные реакции. Срок годности отличается у масел из-за разного состава, поэтому тема эта не такая простая, давайте разбираться. Для начала познакомлю вас с тремя главными врагами эфирных масел. Первое – это кислород. В процессе окисления масел образуются новые вещества, которые негативно влияют на кожу и тарои человека. Поэтому пузырек с маслом всегда должен плотно закрываться. Второе – это свет. Под воздействием ультрафиолета эфирные масла способны полимеризоваться, в результате чего вместо летучих компонентов образуются более крупные молекулы. Консистенции и запах масла при этом меняются. А кроме того, ультрафиолет ускоряет процессы окисления. Поэтому все эфирные масла важно хранить в темном месте. Третье – это неправильная тара. Для масел подходит стекло, потому что оно химически инертно. А вот резину, пластик и даже металл эфирные масла способны попортить, и при этом они портятся сами. Мы с вами уже выяснили, что порча эфирного масла – это две реакции окисления и полимеризация, в ходе которых образуются раздражающие и вредные вещества. Но не все масла портятся с одинаковой скоростью. Больше всего окислению подвержены цитрусовые масла. Лимонин в них быстро окисляется, образуют цис и трансоксиды, а также другие неприятные соединения. Еще одна группа скоропортящихся масел – это хвоя. Они тоже содержат лимонин и пенены. К быстрому окислению склонны эльдегиды, например, цитраль. Он содержится в лимонграссе, лидзее и мелиссе. Коричный эльдегид – в корице, а бензальдегид – в масле горького миндаля. А нисовое масло тоже быстро окисляется. Трансанитол в его составе превращается в более едкий и токсичный цисанитол. Под эти масла нужно первым делом освободить полку в холодильнике. Их срок хранения составляет в среднем 1-2 года. Ориентируйтесь на этикетку. Другие масла, особенно смолистые, меньше подвержены окислению. Они лучше удерживают хранение. Их срок годности составляет от 2-5 лет в среднем. Некоторые и дольше. Смолы и розы иногда советуют, наоборот, беречь от холодильника. По сегодняшним данным, мы все же советуем все масла держать в холоде. И тогда ваша коллекция масел не пострадает. Тут есть, конечно, своя сложность. Холодильники не резиновые. Мне, в конце концов, пришлось докупить отдельный маленький холодильник. Ведь холод любит не только эфиры, но и базовые масла и другие активы. Кстати, чтобы оживить эфирное масло после холодильника для применения, его достаточно просто достать за некоторое время. Загустевшие масла снова станут жидкими и раскроют свой аромат. Отвечу на каверзный вопрос. Можно ли использовать эфирное масло по истечению срока годности, указанного на этикетке? Обычно производители указывают срок с запасом. Если вы хранили масло с самого начала правильно, холодильники не открывали на длительное время. Скорее всего, оно еще проживет какое-то время. Но проблема в том, что точно вам это скажет только лаборатория. Если по маслу сразу видно, что оно испортилось, то это запущенный случай. А начинается порча незаметно для глаза и носа. Это не одномоментный процесс. Вчера было хорошее, а сегодня все, на выброс. Во флакончике постепенно начинает нарастать количество нежелательных соединений. И вы далеко не сразу заметите это. Надеюсь, видео для вас было полезным. В комментариях вы можете поделиться опытом или задать вопросы. А еще приглашаю вас в наш телеграм-канал «Аромашка». Там мы ежедневно публикуем информацию по эфирным маслам и ароматерапии, делимся проверенными рецептами и раздаем подарки. Продолжение следует...